В прошлом примере мы с вами разобрались с тем, как понять, какие ресурсы у нас сейчас уперлись в свой потолок, и затем отследили, кто эти ресурсы и как утилизировал. По этому же принципу попробуем сделать то же самое еще раз. Итак, нам снова поступил сигнал, или мы увидели по системе мониторинга, или от кого-то, что система у нас тормозит. Опять же, можем запустить наш родной топ и посмотреть, что у нас там происходит по ресурсам. И видим то, что юзеры у них все в порядке, системные процессы тоже в порядке, но вот вейтов у нас 65. То есть 65% своего времени процессор ожидает ответа от диска. Параллельно можем посмотреть то, что с памятью у нас все в порядке. И понимаем, что у нас какая-то проблема с вейтами. И видим то, что у нас здесь наверху по 65% занятости процессора занимает что-то запущенное от имени пользователя Postgres. То есть уже подозреваем, что это что-то связанное с базой. И видим здесь опять же тот же самый PIT 1507 какой-то. Смотрим, PS-EF, grep 1507. По 1507 мы можем, единственное что увидеть, то что пользователь Postgres запустил какие-то действия с базой данных. То есть у нас здесь есть база данных. Тест Датапейс я вижу, и там происходит какой-то процесс копирования, что-то куда-то копируется. Как правило, тут уже нужно разбираться с тем, что происходит сейчас в нашей базе данных. Я знаю то, что у Postgres у нас есть... Ох, найти бы его. Давайте сделаем locate pgsql.log. То есть по-хорошему нам нужно понять. Теперь мы поняли, мы не видим здесь какой-то конкретной команды. Нам нужно посмотреть лог того, что у нас происходит. Только я не помню, как этот лог называется. Мне кажется, может быть, pglog он называется. И да, есть у нас pglog, и вот я вижу непосредственно лог, где он у меня находится. В реально настроенной системе, конечно, у вас базисты разнесут логи в отдельный том, базу данных в другой том. У нас здесь просто тестовая среда. Попробую, посмотрю tailon-f, что у меня здесь происходит. И вижу то, что здесь происходят какие-то изменения параметров и так далее. В принципе, этот лог будет обновляться. Можно в него поглядывать. И опять же, тут лучше разберется тот, кто понимает, как работает база данных. Мы, если совершенно запутаемся, мы можем попробовать по нашему вот этому PID-у 1507 посмотреть, еще попробовать открытые файлы. То есть у нас есть с вами утилит LSOF. И мы можем ей сказать, посмотри, пожалуйста, все, что открыто у процесса 1507, с ID-шником 1507. Но так как это Postgres, у нас здесь будет открыто, я вам скажу, достаточно много всего. Поэтому нам этот вывод особенно не пригодится. Тем не менее, если у нас это не Postgres, огромная база данных, которая что-то делает, а что-то попроще, мы здесь можем более-менее понять, что происходит в данный момент. Таким образом, алгоритм у нас уже оптимизировался. Мы опять же запускаем некий инструмент, который нам показывает, какой из ресурсов уперся в потолок. Дальше мы пытаемся понять, какой процесс пытается съесть данные конкретно ресурсы. И если мы уже не можем понять по ключу запуска этого процесса, мы идем, читаем логи пользователя, логи программного обеспечения, которые в данный момент что-то делают. Либо можем при помощи утилиты LSOF понять, с какими файлами в данный момент происходит работа, чтобы опять же понять, что сейчас происходит. Но чаще всего, конечно, в такой ситуации нам помогают логи. Продолжение следует...